Добрый вечер, 20.05.Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Минус 20 сейчас, минус 30 ночью. Когда я слышу вот такие прогнозы, и когда люди вокруг жалуются, боже, как холодно в Москве, какой это холод, какой это ужас, я вспоминаю одно место из колымских рассказов Шаламова, и там он пишет, как они возвращались из внутренних районов Колымы, где вот сейчас даже смотреть, там Якутия, если посмотреть, Колыма, а сейчас там минус 60, там обещают повышение до минус 53. И вот они возвращаются по Колымскому тракту, и там перевал, они, по-моему, да, Яблоневый перевал, и вот спускаются туда вниз, к Магадану. И на них дует ветер где-то минус 15 градусов. И вот он рассказывает, как люди вылезают из кузова машины, подставляют лицо вот этому ветру в минус 15 градусов, потому что он кажется каким-то просто благословением. Это я к тому, что 30-градусные морозы, можно есть разные точки зрения, да, так сказать, put things in perspective, то, что называется. Поставить вещи в перспективу. Впрочем, сегодня мы будем говорить не о морозе, мы будем говорить о дожде, и даже не столько о дожде, а о той странной и печальной истории, которая приключается с телеканалом «Дождь», с его известным опросом. А вообще с тем, можем ли, имеем ли мы право на вопрос? Можем ли мы задавать вопросы к собственной истории? Или наоборот, у нас есть некие священные табуированные темы, прежде всего связанные со Второй мировой войной, на которые говорить мы не имеем права, ставить вопросы, по которым мы не имеем права. У нас в гостях сегодня Олег Будницкий, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Высшей школы экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. Аполлон Борисович Давидсон, академик Российской академии наук, профессор Высшей школы экономики. Добрый вечер. Спасибо. И Юрий Сапрыкин, шеф-редактор объединенной компании «Рамблер Афиша». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с этого. Собственно, напомним, я думаю, уже все у всех это на слуху, то, что два дня назад «Дождь» в прямом эфире в программе «Директанты» сделал опрос, надо ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней, которые многие наши соотечественники, и в особенности политики, считали совершенно некорректным и оскорбительным. Началась известная кампания, Госдума, прокуратура, и сейчас уже пошла волна отключения Ассоциации кабельного вещания, в частности, кампания «Акада» отключает «Дождь» в разных городах. То есть мы в такой вот ситуации, когда вот это вот, казалось бы, такой этический моральный вопрос имеет вполне серьезные политические, ощутимые политические, экономические последствия. А ведь мы еще стоим на пороге того, что, я думаю, все-таки рано или поздно будут призняты предложения депутата Яровой о том, чтобы у нас была уголовная ответственность за вот такое вот подвержение сомнению результатов и отдельных эпизодов Второй мировой войны. И это будет, скажем, пять лет уголовного заключения и 500 тысяч штрафа за подобные вещи, если в Госдуме вот этот вот закон пройдет. Так что давайте вот это вот все обсудим. Ну, прежде всего, с этим самым вопросом. Вот как вы считаете, он корректен был, сам вопрос и корректен ли тот контекст, в котором он был поставлен вот сегодня, в эти дни празднования 70-летия снятия блокады? Олег Витальевич. Ну, я думаю, что вопрос был сформулирован несколько некорректно, я бы сказал так. Там не хватало слова «возможно». Там был задан так, что если бы сдача Ленинграда, она бы спасла жизни. Этого мы знать не можем. Более того, мы можем предположить, что жертв было бы достаточно много и вполне возможно не меньше, чем было на самом деле. Я могу обосновать эту мысль, если нужно. Во-первых, у нас есть модель хотя бы небольшая. Некоторые пригороды Ленинграда, в частности Пушкин, были оккупированы нацистами, и мы знаем, что там люди просто умирали с голоду. Вот точно так же, как в блокаде. Например, известный писатель Александр Беляев, всем нам известный, наверное, да, фантаст, он жил там, он умер как раз в Пушкине. Так же, как менее известный историк Сергея Чернова, некоторые другие. И представить себе, что в десятки раз больше населения Ленинграда нацисты бы снабжали как-то лучше, чем жители Пушкина, нет оснований. Я уже не говорю о том, что речь, несомненно, шла бы об еще одном массовом убийстве евреев, например, и так далее. Поэтому вставить вопрос в такой вот как бы утвердительной форме, это исторически некорректно, надо было написать слово «возможно». Так, это первое. Второе, ну, вероятно, не слишком правильно устраивать из этого, так сказать, некое голосование. А вы за или против? Это, с моей точки зрения, некорректно. И третье, что я хочу сказать, что этот вопрос совершенно правомерен для профессионального обсуждения. Мы обсуждаем, у нас, понимаете, в испорнице слагательного наклонения, да, все то, что случилось, случилось. Но ведь мы всегда говорим, это сделано правильно, это сделано неправильно, и так далее, да. То есть всегда этот момент, альтернатива, а что было бы, если поступили так, он существует. Он существует, как бы, для того, чтобы понять, что так, а что не так. Вот это надо обсуждать, это можно обсуждать, и тут нет никакой некорректности. Более того, это просто условия существования историках науки. Ну да, понимаете, здесь, конечно, действительно нужно разделить само содержание вопроса и легитимность обсуждения таких вещей среди историков, и форму его выражения, да, и особенно, так сказать, тайминг, да, время, когда был задан этот вопрос. Мне кажется, здесь надо говорить не о какой-то там юридической, естественно, ошибке, а просто, может быть, какой-то бестактности. Лингвистической, скорее всего. Ну да. Ну хотя, вы знаете, с другой стороны, чисто вот исторически, вот я даже хочу зачитать, открываю я Фейсбук, и один мой знакомый пишет, почему так смущает сдача Ленинграда? Никого не смущает сдача Одессы, когда армия просто собралась и ушла? Никого не смущает сдача Харькова, Минска? Киев, матерь городов русских, заминировали и своими руками взрывали вместе с Лаврой, которую списали на немцев. Москву собирались сдать и уже заминировали. И уж точно никого не смущает то, что из Сталинграда не выкуривали население, которое потом просто перемололи в битве. То есть вот Ленинград в этом смысле обладает некой такой сакральностью, вот эта сакральность жертвы, которая делает любое наше обсуждение неэтичным. Юрий, как вы? Ну, есть такой момент. Да, конечно, миллион человек, погибших очень страшной смертью, это достаточное основание для того, чтобы относиться к этой теме предельно деликатно. И, конечно, любой вопрос правомерен. Конечно, вопрос о том, а не надо ли было бы сдать Ленинград, я уверен, задавали себе люди и в блокаду, и после войны, и сейчас невозможно запретить себе ставить этот вопрос. Но я прекрасно представляю себе, что я бы мог задать этот вопрос своему деду в минуту какой-то особенной откровенности, один на один. Наверняка услышал бы ответ «нет», но тем не менее. Дед воевал, разумеется. Но я вряд ли могу себе представить, что я бы выступил с этим вопросом на торжественном собрании ветеранов в честь 70-летия снятия блокады. Тут очень важен контекст. Ну да. Очень важен контекст и очень важна формулировка. Я абсолютно согласен с Олегом Будницким, что вот эта логическая связка между сдачей города и спасением сотен тысяч жизней, она абсолютно неправомерна. Одно из другого не вытекает. А то, что сама форма опроса заставляет человека, ответившего положительно, как бы подписаться под тем, что я считаю, что Ленинград надо было сдать фашистам, ну, это тоже ставит отвечающих в крайне неловкой ситуации. Но здесь, да, вот эта бинарная логика, то, что вот эти вот медийные форматы, все нужно делать интересно, и то, что возможно в исторической дискуссии, когда оно попадает в поле большого медиа, да, вот в ужасные наши форматы втискивается. Формат обсуждений, формат вот этого рейтинга, голосования. И сразу получается какая-то некорректность, и сразу получается какая-то бестактность. Но, внимание, важный момент. На любой вопрос, даже самый некорректный, бестактный, полный всяких передергиваний, всегда можно просто ответить «нет». А не запрещать само задавание этого вопроса или тем более не лишать каких-то прав человека, его задавшего. Аполлон Борисович, вы как блокадник, переживший блокаду эвакуированной в 42-м году, да, вашу семью? 25 марта уехал. Переживший самую страшную зиму, 41-42-го, потерявший своих близких. И как историк, и как профессор и академик сейчас, вы когда-нибудь задавались подобным вопросом, близкие вам люди? Или блокада была чем-то вроде, ну, я не знаю, как это, некое непреодолимое обстоятельство, некий форс-мажор, в который вы были ввергнуты и в котором вы жили? Вы знаете, в той среде, в которой я жил, так вопрос никто не ставил. И хотя среди знакомых, так сказать, моих родственников, были люди, очень обиженные советской властью, и, казалось бы, от них это можно ждать, нет, этот вопрос не ставился. И от людей, так сказать, обрусевших немцев, которых потом ведь выселяли в марте 42-го года, это не принято у нас писать, но из облакадного Ленинграда в ссылку в Сибирь отправляли, во всяком случае, три категории людей. Это немцев, то есть обрусевших немцев, то есть у них немецкая фамилия была и только, эстонцев, и тех людей, которые как-то уже до этого были или потюрбили. Вот этих людей, начиная с 10 марта это началось, это было довольно массово. То есть репрессивная машина не оставляла своих оборотов и в блокадном Ленинграде. В самые страшные месяцы даже она не могла работать, но как только немножко стало лучше, в марте уже это началось. Так что я, в общем, таких разговоров, что хотели сдать Ленинград, я не слышал. Но и, может быть, та постановка, которая была в программе «Дождь», я в целом эту программу уважаю. Я не могу сказать, что это мне близко. Но тем не менее, что я хочу сказать главное, нельзя вырывать одну вот эту тему из общего контекста. Нужно тогда, в общем, поставить вопрос и так, почему голод в Ленинграде не освещался и почему, в общем, и до сих пор за это ни власть, никто никак не извинялся, но Ленинград умирал, об этом никакой информации в стране не было, и слово «дистрофия» было, в общем, под запретом и прочее. И, в общем, это ведь продолжилось долго, и никто за это перед Ленинградцами не извинился. И вы мне можете сказать, что я говорю о далеком прошлом, но, простите меня, то, что сейчас Дума решила поменять название прорыва блокады на что-то другое, где существовала армия, но не было самих ленинградцев голодающих. Их поставили за скобки. Ведь этим возмущился даже Путин. Так это уже сегодняшний день. Так почему вот такая вещь проходит, ничего, ни в сот, никто не обращается, а вот это? То есть, понимаете, даже если мне, допустим, не очень нравится то, что сделал дождь, но, тем не менее, нужно тогда, если ставить в общем контексте, и нужно тогда ставить вопрос об очень многом, что, соответственно, явно... Простите, вот я сейчас, идучи сюда, я был в библиоглобусе, и вы мне можете сказать, что это можно... Я вот купил две книги. Может быть, вам покажется, что это к делу не относится, это абсолютно относится к делу. Одна книга. Как Черчилль развязал Вторую мировую войну, и военные преступники «Черчилль и Рузвельт». Почему такие вещи проходят абсолютно... То есть, эти же книги, эти портят наши отношения с Англией. Слушайте, а это просто фактически вот тот закон, о котором я упоминал, который Яровая лоббирует уже, по-моему, года два, когда и, по-моему, «Железняк». Это же, собственно, по этому закону тоже, потому что это, так сказать, клевета против участников антигейлерской коалиции. Да, 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 да. Вот, ну вот, да, вот такая... И в одной из них написано так. Это бестселлер. Не сомневаюсь. И тираж вот этого большой. Вот. И что очень грустно, что когда я о подобных вещах, я не об этом, говорил, так сказать, на научных конференциях, научных сообществах, вы знаете, что он мне обычно говорит? Мы ученые. Нам это, пусть этим занимают, но, простите меня, нас, ученых, издают тиражом там 200-300, от силы 500 экземпляров. А это выходит по 5 тысяч, по 10. То есть именно это создаёт общественное мнение. Почему к этому не привлекается внимание? Вот выбрали вот этот вот факт. Ну, здесь был, да, козел-козел отпущение. Мне кажется, можно говорить о том, что, так сказать, истоки наездов на телеканал Дождь, они далеко не только в этом злосчастном опросе, а в других вещах. Здесь и Украина, здесь и вообще сам факт существования альтернативной точки зрения, альтернативного телеканала. Обо всём этом поговорим после перерыва. И снова добрый вечер. Сегодня у нас самое что ни есть болевая точка. Это блокада Ленинграда, 70-летие снятия, которые только что мы отмечали. И вот это ознаменовалось таким очень двусмысленным опросом на телеканале Дождь, который вызвал совершенно такие лавинообразные эффекты и политические, и экономические, как мы сейчас видим, телеканал отключают. В связи с этим встаёт вопрос, какие темы мы вообще можем обсуждать? Есть ли некие табуированные темы? Вот у нас в гостях Олег Будницкий и Высшая школа экономики, Юрий Сопрыкин, Объединённая компания Рамблер Афиша и Аполлон Борисович Давидсон, профессор Высшей школы экономики, академик Российской академии наук. И вот читая книгу воспоминаний Аполлона Борисовича, я там нашёл, вот вы цитируете как раз в ваших блокадных страницах, да, вы как блокадник, Юрия Афанасьева. Вот он пишет в 2007 году, историк наш Юрий Афанасьев, что он взял себя за правило всё, что угодно, обдумывай заново, но не войну и не победу. То есть не он взял за правило, он говорит, что многие, так сказать, очень приличные, да, люди. Есть некая внутренняя цензура. То есть ты можешь передумывать и обсуждать всё, что угодно, но не войну и не победу. И вот это такой очень такой интересный вопрос и очень больной вопрос. Можем ли мы обсуждать победу? Можем ли мы обсуждать Вторую Великую Отечественную войну? Можем ли мы обсуждать цену победы? Телефон наш студийный 651099,6 код Москвы 495. Должны ли быть в обществе запреты на обсуждение цены победы жертв человеческих? Вот как сейчас с опросом телеканала Дождь. Должна ли быть ответственность за высказывания, которые подвергают сомнению вот может быть саму победу? 651099,6 Ну а вот я хочу спросить как вы считаете существуют ли какие-то табу в общественном обсуждении? В общественном должны ли существовать какие-то табу? Ну и слушайте на Западе же есть Холокост есть тема Холокоста есть ответственность за отрицание Холокоста может быть как наши законодательные предлагают у нас то же самое за отрицание победы? Великую во-первых отрицание победы это какой-то нонсенс победа состоялась и сказать, что антигитеровская коалиция не победила во Второй мировой войне это как-то было бы странно да мне несомненно что ловно существовать табу табу на что? на обеление нацизма на то, что преступления нацистские и пособников каким-то образом оправдываются А вот извините короткий уточняющий вопрос вот тоже в одну контекст попали да? вчера уволили всю интернет-редакцию Юрий Вести ВГТРК ВГТРК не интернет-редакцию а специалистов по социальным сетям специалистов по соцсетям которые вывесили подборку цитат про Ленина и в том числе ну просто хвалебные слова о Ленине сказанные Геббельсом это еще называлось цитаты великих людей да-да-да-да цитаты великих людей вот это вот вы считаете правильно? это входит в состав обеления нацизма? ну видите ли само по себе цитирование Геббельса в том или ином контексте в этом я не вижу ничего преступного а в контексте великих людей а в контексте великих людей это глупость вообще-то в данном случае по-моему просто глупость так что тут я бы не стал создавать состав преступления там где его нет здесь это очевидная глупость да это надо все-таки эти вещи разделять я вот о чем хотел сказать просто в пандан тому что говорил Аполлон Борисович по поводу высылки высылки немцев из Ленинграда был выслан отец Ольги Берггольц то есть сам Ольги Берггольц который никто не забыт ничто не забыт и который голос Ленинграда вот этот очень немолодой уже человек военный врач в прошлом потому что его фамилия звучала как немецкая он был выслан в Сибирь и Ольга Берггольц ничего не смогла сделать и это из блокадного Ленинграда это тоже реалии блокады и еще один момент вот Аполлон Борисович не слышал это совершенно понятно в той среде в которой вращались чтобы кто-то что-то такое говорил о возможности дачи города ситуация была очень сложной очень непростой в Ленинграде жили очень разные люди и не нужно думать что все ленинградцы скажем так любили советскую власть сейчас опубликованы просто потрясающие многие документы потрясающие в том плане что они страшные и они совершенно по-новому для многих из нас те кто был воспитан в общем-то в советской школе представляют картину советского общества в том числе дневник ленинградской любви Шапуриной вот через 1 августа 1941 года до блокады Шапурина это жены композитора жены композитора да ну в то время уже номинальные но дело не в этом она записывала практически ежедневно вот она записывает 31 августа один из разговоров услышанных в городе я цитирую это опубликованный дневник мы рабы и психология у нас рабская у всего народа нам теперь как неграм времен дяди Тома даже в голову не приходит что Россия может быть свободной что мы русские можем получить вольную мы только как негры мечтаем о лучшем хозяине который не будет так жесток будет лучше кормить хуже не будет это пароль всего пролетариата пожалуй всех советских жителей и жду спокойно нового хозяина без возмущения без содрогания говорят немцы все же лучше грузин и жидов конец цитаты вот и такая публика это разговор так сказать в очереди вы знаете вот тоже тут из этого как вы говорите в пандан у меня тут тоже в фейсбуке я нахожу вывесили из дневника Пунина да Николая Пунина 25 сентября 41 года скоро уже месяц как мы окружены на что они в кавычках надеются почему не сдают город 13 декабря 41 года до профунди скламови господи спаси нас мы погибаем но его величие также неумолимо как непреклонно советская власть ей имеющие 150 миллионов не так важно потерять три тоже вот голос из Ленинграда Пунина так что я уже вспоминал в последние дни книжку блокадные девочки которую выпустила в прошлом году Карина Добротворская это монологи детей прошедших через блокаду сейчас уже петербургских таких старушек петербургских бабушек и они в этих в этих монологах самых разных людей есть несколько повторяющихся мотивов мотив чудесного спасения когда вот все умерли осталась одна Таня и в этот момент внезапно приезжает заходит в комнату отец или сосед кто-то приезжает с фронта с банкой сгущенки и спасает тебя есть общее для всех воспоминание о том как мылись в бане уже вот после этой зимы как ходили в баню все в перемешку там мужчины женщины дети и так далее страшное молчаливое лишенное какого-то там стыда или смущения толпа которая вместе моется и один из повторяющихся мотивов у всех обязательно есть какой-нибудь сосед вот эстонец или обрусевший немец или кто-то который говорит вот хорошо бы уже пришли немцы вот тогда бы мы зажили выгнали бы они вас всех коммунистов евреев вот но зато наелись бы досыта обязательно у каждой есть такое воспоминание возможно ложное да где-то 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 уже придуманное после где-то уже прочитанное после но эта тема там есть ну понятно да это 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 не дождь это не дождь придумал и не и не сегодня этот вопрос возник ну да понятно что это собственно вопрос не в как бы адекватности самого этого вопроса а в том в уместности именно в этот день да и в этом формате потому что тут мы все согласились тут я думаю мы все согласились вы знаете меня тоже очень сильно убедили в этом формате и в этот день это было мои петербургские друзья вот скажем пишут что вот там это даже вот мы здесь в Москве сидим в Петербурге даже совершенно иначе воспринимаются люди с которыми ну там у нас стопроцентное совпадение по всем социально-политическим вопросам и культурным но вот они пишут что надо на это тоже посмотреть с Петербурга как этот вопрос там звучал давайте послушаем наших слушателей что думают они по поводу этого опроса дождя и вообще по поводу того можно ли обсуждать цену победы Магомед добрый вечер добрый вечер радио выключите если слушаете пожалуйста я думаю господа на дожди немного либерализм переиграли это вопрос той же серии что стоило вообще воевать с Германией может надо было сдаться такое мнение может иметь место никто не отрицает можно на кухне обсуждать где угодно но они бы еще такой вопрос вывести в день победы понятно ясно Магомед спасибо Денис здравствуйте добрый вечер ну почему нельзя как бы вот вопрос такой а если бы Кутузов не сдал бы Магомед спас бы ее от пожара и с полного сожжения ну вот это же возможно такой вопрос возможно почему нельзя дать Кутузов я согласен я не значит что я согласен с этим вопросом просто как бы если мы начнем заниматься запретами такому то тогда как бы не знаю что мы получим через там несколько лет даже гурналистов трубы и за там сомнения там в божественном происхождении планеты Земля наверное получим ну да понимаете здесь очень если сейчас действительно какие-то очень тонкие границы в общественном дискурсе определяются с одной стороны вот эта вот граница чувствительности ленинградцев там петербуржцев и ветеранов и огромного так сказать числа населения которые так сказать действительно свято верят и знают про вот эту вот священность жертвы а с другой стороны границы публичного высказывания что дозволено спрашивать что дозволено говорить не рискуя при этом своей работой не рискуя в результате может быть штрафами свободой запретом на профессию знаете я думаю что в общественной дискуссии все-таки есть абсолютные вещи возможно в профессиональном сообществе историков можно разговаривать об этом ну как бы более более и нужно разговаривать об этом более открыто и более смело и ставить более острые вопросы но мне кажется что вот в таком медийном пространстве безусловно есть абсолютные вещи Смерть и страдания абсолютные. Миллион человек, погибших на памяти, нашей памяти, ныне живущих, или наших отцов, или наших дедов, это абсолютные вещи. И победа это в каком-то смысле абсолютная вещь. Хорошо, а вот начало войны, вот скажем сейчас, что стоило... Цену победы, безусловно, можно обсуждать. А ответственность за войну? Вот Аполлон Борисович принес книги, где ответственность возлагается на Рузвельта и Черчилля. А сейчас попробуйте, да. Сама победа, это все-таки... Нет, победа понятна. Вот я пытаюсь найти вот эти вот границы табуированности. Сейчас практически никто не вспоминает там Суворова, ледокол. И вот эта вот вся теория, весь этот дискурс, а то это ответственности Сталина за развязывание Второй мировой войны, совместной ответственности с Гитлером. Почему не вспоминать? Марк Солонин... Ну как бы ушло это из активного общественного обсуждения, как это было в 90-е годы. Вот, так что вот мне кажется, что какие-то вещи должны проговариваться, должны задаваться вопросы. Давайте еще раз спросим у наших слушателей. Татьяна на линии. Алло, мы слушаем вас, Татьяна. Алло. Татьяна нас не слышит. Последний раз попробую. Татьяна. Нет. Ян, слушаем вас. Алло. Да-да, вы на линии. Ян, да? Да, вы в эфире. Да, это я. Здравствуйте. Значит, хотел сказать, что, конечно, это очень грустно, что закрыли телеканал. Некоторые особые ретивы исполнители. Не закрыли. Ну пока да, но как бы идут поползновения. Что касается, значит, вопроса, конечно, этот вопрос имеет право на жизнь. И этот вопрос нужно задавать, вне зависимости от того, нравится это кому-то или не нравится. Тут можно вспомнить одного американца, не помню фамилию, который сказал, я не согласен с вашей точки зрения, но я готов отдать свою жизнь за то, чтобы вы ее высказывали. Это сказал француз. Ага, извините. Вольтер, да. Вольтер. Да. Ну, простите меня. Не, не. Не образованность. И третье, конечно, хотелось бы уже выразить свою беспокойность в связи с тем, что вот таких инициатив, как госпожа Яровая, правильно я понял? Да. Начинается возвращение к 58 статье. И дай бог, чтобы ее на следующий выбор не пересвали, эту гражданку. Да, да, спасибо. Андрей. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, к сожалению, не видел эту передачу, подожду. Просто тут еще многое, конечно, зависит от того, в каком тоне это все говорилось и принесло. Но, зная вообще, как вещается все на дозе, я думаю, что все было предельно корректно. И, безусловно, такие вопросы обсуждать можно, нужно. И просто есть вопрос в том, что у нас историю переписывают уже столько раз, что страшно себе представить. И, естественно, обсуждать сейчас, стоило ли рисковать жизнью стольких людей. Даже можно сказать, что гарантированно бросить людей на смерть. Ради чего? Что было бы, если бы мы отдали Ленинград в то время? Было бы что-то страшное или нет? Это же какое количество человеческих жизней было просто сброшено на то, чтобы, возможно, чисто политически дамы не отдали Питер. Да, понятно. И этих людей уже не дернуть. А что касается обсуждения в нашем парламенте, я хочу сказать только одно по этому поводу. Это не что иное, как ханжество и лицемерие. Вот сейчас сваливать на дождь, просто это повод закрыть неугодный канал. Можно расценивать только так, я считаю. Понятно. Спасибо. Спасибо, Андрей. А вот, кстати, вопрос тоже к историкам нашим. А почему все-таки немцы не взяли Ленинград? Ведь была же техническая. Это была действительно, так сказать, сознательная тактика на истощение? Постоянная, так сказать, рука на удавке лежащая? Это вопрос ко мне. Да, скорее к вам. Ну, во-первых, не смогли. Начнем с этого. То есть чисто не было физической возможности? Ну, верите ли, это не было... Или цель, как такова, и не ставилась. Это не было приоритетом. Я бы сказал так. Понимаете, силы нацистской Германии были, в общем, ограничены. Они не были беспредельны. И поэтому, так сказать, они направляли большую часть сил на те направления, которые считали более важными. Ленинград не был приоритетом. И он не был, так сказать, на направлении главного удара. Более того, известно, ну, известно, может быть, не всем, что в конце августа по личному распоряжению Гитлера... С 41-го. С 41-го, да. Нацисты двинули войска на Украину, поскольку Гитлер считал, что надо владеть ресурсами украинскими. Так, а то, что Москва и Ленинград никуда не уйдут, что было крупнейшим стратегическим просчетом, и немецкое командование собиралось вообще подать в отставку Браухич и Гальдер. Но потом, в общем, решили, что будет еще хуже, не подали и так далее. В итоге немцы начали наступать на Москву 30-го сентября 41-го года, а не с конца августа. И, ну, опять же, в истории, что было бы если, да? Но вот эта ошибка была, конечно, крупнейшей стратегической ошибкой нацистов. И на этом протяжении гигантском фронта, к тому же, как мы знаем, они немножечко просчитались. То есть они, во-первых, недосчитали примерно миллион военнослужащих Красной Армии, немецкая разведка, и недооценили мобилизационные возможности Советского Союза. Так же, как то, что Красная Армия, несмотря на то, что несла колоссальные потери, просто невиданные потери вообще в истории русской армии за все ее времена. Просто такой катастрофы в 41-м году не было никогда. Так, тем не менее, оказалось сопротивление. И вот это все вместе сделало невозможным, вот мы знаем, что по трех направлениям были наступления, просто невозможным наступать с равной, так сказать, мощью по всем этим направлениям. Это один момент. Второй момент, это все на самом деле в совокупности, да? Если бы нацисты захватили город, то, между прочим, встал бы вопрос о населении. И мы знаем, что нацисты все-таки не стремились демонстрировать, так сказать, открыто свое вот это вот зверство, по крайней мере, перед сторонами Запада, где была немножко другая оккупационная политика и прочее. Ну, я имею в виду там то, что, скажем, евреев не убивали во Франции, их увозили в Польшу. Ну, был же Бабий Яр. Это территория СССР. А, вы имеете в виду на Западе, если бы не демонстрировать. А вот так вот взять и уничтожить Петербург, всем известно, это было бы очень наглядно. И с этой точки зрения, так сказать, не имея достаточных, может быть, опять сослагательно, может быть, они могли бы взять, но она потребовала больших, так сказать, потерь и так далее и тому подобное. И нацисты, видимо, не видели смысла понести такие потери и потом получить город с огромным населением, которое просто вымрет или нужно воснабжать. Ну да, или воснабжать. Так что было просто цинично, удобнее держать эту удавку и оттягивать советские силы. Это комплекс, и то, и другое. Это и то, и другое. В истории очень редко существует один ответ. Ну да, одна причина. Это было мнение Олега Витальевича Будницкого. Напомню, наш телефон 6510-99,6, код Москвы-495. Должны ли быть темы, табуированные для обсуждения? Мы примем ваши звонки после перерыва. Вернемся через несколько минут. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как нам говорить о войне. Есть ли темы запретные для обсуждения в связи с известным опросом телеканала «Дождь»? Знаете, вот хочу вспомнить то видео, наверное, которое все уже посмотрели. Кто не посмотрел, очень настоятельно рекомендую это сделать. В понедельник, 27-го числа, Даниил Гранин выступал в немецком Бундестаге. И это 30-минутная речь, которую он предпочел говорить стоя. Уже пожилой человек, прошедший войну, прошедший блокаду, рассказал спокойным, тихим голосом то, что действительно потрясло немцев. И, я думаю, потрясет всех нас, которые, хотя мы все знаем все про блокаду, но те вещи, которые он говорил, они очень важны. Но при этом в его речи совершенно не было пафоса, совершенно не было патриотизма, не было никаких нот осуждения. Это был просто свидетель истории. И вот мне кажется, что в нашем обсуждении блокадной тематики есть вот эти вот две линии. Есть как бы правда фронтовиков, правда людей, переживших это. И вот у нас сегодня здесь в гостях Аполлон Борисович Давидсон, академик, профессор высшей школы экономики и человек, прошедший блокаду. И, с другой стороны, есть правда новых патриотов, которые используют это для своих собственных политических целей. Вот эти вот две правды, они очень часто не пересекаются, и мы сейчас попали в зазор между этими двумя правдами о войне, двумя правдами о победе. 65, 10, 99 и 6. Есть ли темы, табуированные для обсуждения? Евгений. Вы в эфире, Евгений, слушаем вас. Да. Хотел сказать, что задание вопроса не может быть причиной для закрытия телеканала. Все вопросы надо обсуждать. Единственное, что мы можем сделать, это вот я по новостям вашим слышал, что Акада компания заблокировала телеканал Дождь. Надо отключаться от компании Акада и переключаться на другую компанию. Понятно. Спасибо. Юрий. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы сказать, ну понятно, что эти цепные шавки, значит, сразу бросились на то, что Бельмову не глазу, ну, в общем, на Дождь телеканал, чтобы, пользуясь случаем, альтернативную точку зрения, значит, сдавить зародыши. Ну, источник альтернативных точек зрения. Ну, у меня по поводу вопросов, вот, лично я хотел бы сказать, как бы я ответил на этот вопрос. Я бы на этот вопрос, как ни странно, ответил бы, что скорее, наверное, мы должны были сдать город, но при условии, что мы бы создали коридор до того, и максимальное количество жителей бы вывели. Немножко... Алло, алло. Да-да, мы слушаем вас. Да, немножко, как бы, раскрою, значит, ну, по разным источникам, там, от 300 до полутора миллиона, от 300 тысяч до полутора миллиона мы в итоге потеряли в блокаде, значит. С моей точки зрения, это все-таки была лучшая часть населения, ну, одна из лучших частей населения нашей страны, и от нее бы родилось бы замечательное количество, значит, потомок, извините, что я волнуюсь. Ну, понятно, это тебе тема больная. Я просто, вот, несмотря на то, вот, как бы, я сам себе удивляюсь, как бы, еще бы там несколько лет назад бы я так не ответил, но, вот, сегодня я считаю, что ничего ценнее жизни наших людей все-таки нет. Вот, а, извините, лично у меня, например, один из дедов погиб под Пушкиным как раз в первые дни прорыва блокады. И в родской могиле он там лежит. Да, понятно. Спасибо, спасибо, Юрий. Аполлон Борисович, вот вас хочу спросить, и, кажется, я вот в ваших блокадных воспоминаниях это читал, ведь жертвы, они же разные были. Вы пишете, что кто-то был лучше приспособлен к выживанию в блокадных условиях, к этой, вот, так сказать, голой жизни, да, как ее Агамбин называет, к этой вот гопсовской абсолютно голой борьбе. И, как бы, вот интеллигенция петербургская, она хуже выжила в этом блокаде. Это так? Абсолютно. Абсолютно. Сергей Александрович, я хотел, если разрешите мне, еще что сказать. Я позавчера выступал на «Дожде» и отвечал на вопросы. Ничего, чтобы меня как-то смущало, ничего неделикатного не было. Это было сделано просто в очень хороших традициях. Первое. Второе. Вы знаете, по ходе у вас, вот, то, что вы говорили, вы сказали так, что выступление Гранина, оно не было патриотическим. Оно не было укрикливо патриотическим. Оно не было, конечно. Но именно Гранин, конечно, дух всего же был абсолютно, конечно, патриотическим. Да. Теперь по поводу главного, что вы сказали, табуированные те, ну вот, мне кажется так, что все-таки у нас явно есть перекос. Вот какой. Существует идея, идущая в обществе разных сфер, что молодежь нужно учить на победах, не надо ее учить на поражениях. Но, понимаете, если отдельный человек идет по дороге и рытвины, он что, должен забывать об этих рытвинах? А тогда на них опять наступят на эти рытвины. И вот в инструкциях учителя, в основном, те, кто я видел, те, что я видел по поводу войны, там такие вещи были. Что нужно школьникам сказать? О победе под Сталинградом, о победе под Москвой, о победе на Курской дуге, о освобождении Ленинграда. Но мне кажется, что все-таки нужно знать, а почему это удалось немцам дойти до Сталинграда? А почему это удалось дойти до Москвы? Вот без этого, если мы этого не будем, то, к сожалению, мы можем в дальнейшем что-то сделать. Получилось, Наполеон дошел до Москвы и взял, немцы дошли, взяли. Что нам еще нужно ждать таких вещей? Обязательно для НАТО, вот жертвы, которые принесены, не только победы, нужно о цене говорить намного больше, потому что о ней, к сожалению, мы говорим недостаточно, совершенно недостаточно. Ну вот о цене, я думаю, Олег Витальевич, в новом учебнике истории практически ничего не предполагается. Ну, верите ли, учебника нового нет, есть концепция. Ну, учитывая, ориентируясь на концепцию. Да, как раз выступаю передачей с Виталием Дымарским, редактором «Дилетанта» и в цене победы. Мы рассматривали эту самую новую концепцию, которая, с моей точки зрения, искажает историю войны. Там есть некоторые важные вещи, но очень многие вещи просто замолчены или искажены, как мне кажется. Я вот, позволю себе с вами не согласиться, что вот есть правда фронтовиков и есть там правда новых патриотов, по-моему, да? Есть правда фронтовиков и неправда новых патриотов. Я бы так сказал, потому что, значит, вот то, что происходит, это совершенно очевидное использование неудачно сформулированного вопроса для расправы с каналом, который мне нравится. Я вот этого кратко единственное не говорил, я просто хочу это сказать, чтобы... Это вопрос не в вопросе, вопрос в дожде, конечно же. Это один момент, второй момент, что можно и что нельзя обсуждать в истории войны. Обсуждать можно все. Вопрос в формате, в форме и в том, чтобы это было обсуждение на основе источников и их анализа. Чтобы это не были голословные заявления или, так сказать, спекуляции на пустом месте. Изучение... У нас есть некий стандарт истории Великой Отечественной Второй мировой войны. Как сегодня на моем семинаре сказал один студент, советский культурный код, очень точно сказано. Этот советский культурный код у нас абсолютно, ну, практически не тронут, по большому счету. Между тем, история войны — это часть истории советского общества, не надо этого забывать. И это общество, вышедшее из коллективизации, индустриализации и прочего, большого террора, оно было очень разным. Я не устаю повторять, что мы все время судим по истории войны, если отрешиться, так сказать, этих стандартных там учебников и уропатриотических книжек советского времени, мы судим по тому, что в ней писали городские образованные люди, добавлю, немногие уцелевшие. А то, что думало и чувствовало подавляющее большинство населения страны, две трети, крестьяне, которые мемуаров не писали, мы знаем об этом только, пожалуй, из сводок НКВД, да, который сейчас опубликован и рисует совершенно другую картину советского общества. Просто совершенно другую. То же самое, собственно говоря, касается многих городских жителей. Мы все время судим, опять же, по истории, по текстам, которые писала элита. Студенты элитарных университетов и так далее, у них другой взгляд на вещи. Это наиболее советская часть общества, если угодно, наиболее патриотическая по тем временам. А очень значительная часть людей думала по-другому, и чтобы они стали по-настоящему бороться нацистами, потребовался урок нацистской оккупации, нацистской политики. Это один момент, и не будем забывать второй момент, что СССР была многонациональной страной. В том числе это были территории, присоединенные в 39-40-м годах. В том числе те, которые никогда не входили даже в состав Российской империи. У нас тут много говорят о Западной Украине и так далее. Забывая совершенно, что эта часть Украины вообще не входила в состав Российской империи даже. Это была часть австро-венгерской монархии, потом Польша. У них вообще было все устроено по-другому. И многое-многое другое. Тут столько нюансов и столько всяких сложных вещей. Как мы сейчас видим в расколе Украины в том числе. Совершенно верно. Многие вещи имеют исторические корни. История, как говорил Ключевский, наказывает тех, кто не выучил ее уроки. Но, к сожалению, эти уроки не только не учат, но и стремятся исказить саму историю. Вот в чем проблема. Вот к вопросу, вы знаете, об искажении истории. То, что, да, я согласен с вами, правда патриотов и, пожалуй, не правда патриотов. Но это и есть какой-то новый феномен. Я его тоже вижу у молодого поколения, у части студентов наших. Я бы назвал такой феномен. Я вот никак не могу выучить ее фамилию Скайбеда, да? Да. Или Скайбеда. Скайбеда, по-моему. Вот она взяла на себя некое, так сказать, непонятно как, присвоила функцию рупора. Морального рупора, который высказывается по ключевым самым больным для нации проблемам. И вот в прошлый раз, с чем же она стала известна? С этим, со СМЕРШем, когда она, так сказать, наехала с эти абажуры предков Гозмана. Это же было в тот момент, когда Гозман подверг сомнению вот эту вот СМЕРШевскую всю историю. Вот. И вот этот вот новый патриотизм, патриотизм побед, мне кажется, он связан с тем, что выросло поколение, уже, так сказать, состоявшееся в путинское время. В путинское время вставания с колен, во время, так сказать, очищения и зачищения истории. И вот это поколение, которое сейчас надело Георгиевские ленты, оно, имея вот этот вот, сформировало это уже, да, не то, что какие-то там партийные государственные структуры, это уже новое поколение, сформировало запрос на очищенную правильную патриотическую историю. Юрий, вот чисто поколенческие, как вы считаете, не... Я потому что думаю, что здесь проблема-то не только, так сказать, вот там, тем, кто сейчас истерику в Госдуме поднимает по этому поводу, или что там Милонов из Петербурга сообщает, а в том, что есть очень такой общественный запрос на вот эту вот очищенную историю. Скайбеда, конечно, выросла не при Путине, но настроение это действительно сформировалось в последние годы. И мне кажется, что одна из причин этого, это, ну, просто то, что, к сожалению, ветеранов становится меньше. И поэтому люди, которые ведут себя так, как будто все победы в войне, это их личная заслуга, это их частное достояние, это повод конструировать образ врага и побивать этого врага тем, что он, ну, как-то на миллиметр отступил от канона, да, вот этого победного, это, конечно, ну, как сказать, гордыня, что ли, это то, что невозможно было себе представить ни в 85-м, ни даже в 95-м году. Не даже в 95-м, здесь, мне кажется, какие-то очень экономические причины вот этого поколения, с одной стороны, с каким-то менеджерским, потребительским менталитетом. Как за победу, как за футбольную команду. Как? И за собственную историю, как за футбольную команду. При этом я подозреваю, что даже у футбольных фанатов отношение к своей команде гораздо более ироническое и неоднозначное. Здесь вот есть какой-то канон, который воспринимается как предмет для собственной гордости и унижения других. И еще, знаете, как я назову этих людей, это какие-то ивент-менеджеры, пришло поколение ивент-менеджеров. Вот я только недавно прочел, только в последнюю секунду отменили, вот, Аполлон Борисович, боюсь просто даже вот вас оскорбить, было, оказывается, на 8 миллионов рублей в Петербурге выигран тендер, был заказ на реконструкцию блокады. Вы знали об этом, да? Хотели создать на улицах города блокадную атмосферу. Вот в последний момент только отменили, значит, вот думали такое, наверное, все это развешивали. А я не знаю, что они собирались там, людей с саночками, что ли, пустить. Аттракцион. Аттракционы, я не знаю, разбросать тела на улицах или что. Это фантастика. И вот эти люди воспринимают войну как очередной какой-то ивент. Я помню еще, когда это началось, лет 10 тому назад, я был, ну, чуть меньше, лет 8, я совершенно потрясен был, была очередная годовщина Победы. Есть такой московский клуб Лондон, я помню, потому что я им просто писал, я их менеджменту писал. Они проводили вечеринки памяти Великой Победы, где вас, значит, будут встречать сексапильные медсестры и радистки, где будет воссоздана атмосфера тех легендарных дней, где вы, так сказать, с друзьями отрветесь по полной в честь, значит, Великой Победы. Ну, это, по-моему, просто глупость. Скайбеда, конечно, она не про это, да, Скайбеда, она про то, что вот есть святыня, да, и к этой святыне не подойди. Ее нельзя, ее нельзя обсуждать, ее нельзя вот подвергать сомнению. Вот есть какое-то буквы, очень ограниченное количество букв, высеченных в граните, и никаким образом их ставить под вопрос невозможно. Это кощунственное святотатство. Давайте в последний раз еще раз спросим наших слушателей, действительно, есть ли какие-то вот такие вот кощунственные вопросы, есть ли святые темы, которые нам нельзя трогать. Дмитрий. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, мне кажется, проблема не столько в вопросе, сколько в аудитории, в которой этот вопрос обращен. Я позволю себе метафору представить стрелку какой-нибудь больницы, где медбразии обсуждают проблемы диагностики онкологии в присутствии больного. Вот мы сейчас имеем ту же самую ситуацию. Мы стремительно теряем тот багаж исторических знаний в школах, в вузах. И вопрос, обращенный к аудитории дилетантов о блокаде, присутствии фронтовиков и переживших блокаду, вот обсуждение дилетантов кощунственных, вот эти вот совершенно нелепые теории, нелепые версии о том, что вот лучше было бы так, лучше. Я с удовольствием слушаю мнения историков, людей, знающих этот вопрос, и их обсуждение ни в коей мере не кощунственно, а наоборот несет профитическую роль. Оно позволит мне потом здраво об этом рассуждать. А когда мы слушаем фоменка какого-нибудь, там, с ковиду, который вот, табуирована не вопрос, табуирована аудитория, в которой допустимо его обсуждать. Понятно, Дмитрий, спасибо. Ну вот как, не знаю, согласитесь, но все-таки же должна быть и общественная дискуссия, что сказать. Мы эти вопросы не обсуждаем и оставляем профессиональным историкам с фактами и цифрами в руках. Вот как нам быть с этой дилеммой? Или все-таки общество, ну хорошо, не в этот день, не 9 мая, не 27 января, не в дни годовщины, но общество имеет право на дискуссию по вот этим вот больным вопросам. Кто ответственен за начало войны? Я не знаю, кто такой был маршал Жуков? Я езжу каждый день мимо вот этого, там, начала проспекта маршала Жукова в 15 этажей огромный портрет маршала Жукова. Я каждый раз думаю, что, так сказать, наш культ Жукова, вот этого мясника войны, он тоже надо ставить постоянно вопросы, но попробуй поставь. Сейчас же тут же опять вся дума, священная память, великие тени. Вот это вот очень все странно. Общественная дискуссия, конечно, необходима. Проблема в том, что она очень часто сводится к оценочным суждениям, к навешиванию ярлыков. Знать правду о том, как вел войну маршал Жуков, необходимо, но говорить о том, что Жуков великий герой или что Жуков кровавый палач, ну, как бы заканчивать на этом разговор, это не очень правильно, а так же часто бывает. Вы знаете, на самом деле обсуждается Бог знает что, и ставится, Бог знает какие вопросы, и произносятся страшные кощунственные вещи иногда, или пишутся особенно в интернете. И это не вызывает никакой реакции. Вызвал реакцию один неудачно сформленный вопрос на одном телевизионном канале. Вот это надо вообще помнить, мне кажется. Ну да, и там еще, как выясняется, экономические интересы есть в том, что, так сказать, Дождь вел платный контент, и, так сказать, провайдеры не хотят в этом во всем участвовать. И вырваны, так сказать, из контекста и так далее. Поэтому тут есть в разы более серьезные проблемы с совещанием по истории второго уровня. Я думаю, что пожелаем нашим коллегам с Дождя пережить этот непростой момент, хотя, конечно, сам вопрос, видимо, был в этот момент, в этой форме задан не тактично, но мы им желаем всячески это пережить и остаться на плаву. Я благодарю тех, кто участвовал в этой передаче, Олег Будницкий, Высшая школа экономики, Аполлон Довитсон, профессор Высшей школы экономики, академик РАН, и Юрий Сопрыкин, объединенная компания Рамблер Афиша. Ну а всем нам хочу напомнить, что фашизм состоит не в том, чтобы задавать вопросы, а в том, чтобы их запрещать. Это программа «Археология». Доброй ночи.